Добрый вечер, в эфире Киевский радар и я Максим Полей. Время разбираться в столичных проблемах, в столичных дорогах. Начнем с центра. Крещатик уже загружается транспортом достаточно сильно в сторону Бессарабки. В сторону Европейской проехать гораздо легче. Бульвар Шевченко также сегодня не мертвая пробка, вполне живая, но тем не менее, все-таки транспорт двигается медленно. Насколько? Давайте смотреть собственными глазами и прошу включить нам посредине бульвара Шевченко камеру в районе улицы Лентовича. Там транспорт двигается и в сторону Площки Победы, и в сторону Бессарабки не настолько быстро. Но если нет возможности включить эту камеру, посмотрим дальше. Бассейная улица загружается транспортом со всех сторон и возможно мы можем посмотреть в сторону бульвара Леси Украинки, как она двигается. Но в любом случае, даже если нет такой технической возможности, то могу сообщить вам, что бассейн загружен перед Бессарабкой, равно как и бульвар Леси Украинки. Естественно, есть пробки у нас по улице Большая Васильковская, небольшие пробки по улице Антоновича, но гораздо меньше, чем по Большой Васильковской. Случилась у нас неприятность на пересечении индустриального моста. Это пересечение улицы Борщаговской, а также улицы Вадима Гетьмана. Там пробочка уже образовалась по Борщаговской сторону окружной дороги и проехать сложно из-за достаточно крупной аварии. Ну и все-таки давайте попробуем посмотреть своими глазами, например, на улицу Бассейну. Наконец-то мы справились с техникой и техника вместе с нами. Пусть вас не разочаровывает эта картинка в сторону Леси Украинки, посмотрите, что в сторону Бессарабки транспорт фактически остановился. Ну и давайте вернемся все-таки к бульвару Шульченко, если есть такая возможность, посмотреть, как он двигается. Если нет, то движемся и мы дальше вместе с вами. Да, стоит бульвар Шульченко в сторону Площи Победы и уверяю вас, что такая ситуация будет развиваться примерно до 7 до половины восьмого вечера. И улица Гетьмана, и опять же, если есть возможность посмотреть камеру, давайте глянем, как она поворачивает на улицу Борщаговскую. Сама Гетьмана относительно свободна, это довольно серьезное удивление, но от Борщаговской, как видите, транспорт остановился. Там достаточно серьезная крупная авария, наверняка с ней уже разбирается, но для всех остальных проезд затруднен. Кстати, и дальше там продолжаются дорожные работы, так что линия скоростного трамвая не настолько скоростная для всех остальных, кроме трамвая. Ну и, пожалуй, давайте еще посмотрим, что у нас происходит на Дружбы народов. Там у нас установлена камера в сторону моста Патона. На Дружбы народов у нас произошла авария недавно за Печерским мостом, и она усугубляет и без того сложный трафик, и в сторону моста Патона. И говорят, что в обратном направлении тоже проехать не так уж и просто, как бы нам хотелось. Мы будем держать вас в курсе событий. Напоминаю, что кроме нас работают наши коллеги на радио. Радио Киев 98 FM в программе «Киев Трафик» всегда самая актуальная информация. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова